Денис Олегович Шолохов 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 Дурово Денис Олегович Шолохов Денис Олегович Шолохов на ремонт автомобилей постройка кузовов покраска станции испытаний силы моторов да это все до революции все уже было спрашивает автомобильное бюро и вот адрес видите киев фундуклеевска номер 18 товарищество проводник в риге видите за тут галоши производит за высшую прочность ручаемся единственный в мире галоши и номера патентов указаны видите внизу 80 20 тут 185 107 и так далее то есть не просто реклама да еще со ссылкой на патентованные вот что такое это акционерное общество dux dux это было достаточно большое к большая компания на автомобиле производила и самолеты тоже производила в российской империи то есть там было около 10 авиационных заводов которые значит там тысячами штук производили эти аэропланы ну на тот момент кажется примитивный данного все-таки российской империи входило в число самолетов самолет строительных держав это вот мармелада царский товарищества абрикосова и сыновей это тот самый который к царскому двору поставлялся вот эти сладости у них тоже была товарищество по продажи всяких разных значит сладких вот этих дел вот кариковский паровоза строительных механических завод то есть когда ados строители заводы они былино универсальным то есть не только паровозов производили еще ответить нефтяные газовые двигатели сельскохозяйственные машины и вот представительство виде насельская хозяйственные машины в харькове на пономарева и рыжова это у нас что такое представитель торгового дома францисли гетто контора какая-то тут американская овсяная крупа христофор колумб продавалась видите телефон есть вот это меня поражает там дальше тоже будет видно телефоны указаны зачастую вот на дом инвалидов это благотворительное общество тоже их было достаточно много тех самых разных том числе вот собирали видите ветерана войны видите ваш покой герой сохранили дорогой ценой ваш святой долг дать им придет обставить их жизнь хорошо и почетно жертвуйте на дом инвалидов это у нас российская шведская выставка физического развития спорта видите под августейшим покровительством его императорского высочества великого князя михаила александровича санкт-петербург михайловский манеж дальше вот акционерное общество мальцевских заводов то есть тоже крупные было очень предприятие вот эти мальцевские заводы с правлением в петербурге видите переносные печи метеор непрерывного горения для всякого топлива изящно и экономно 1900 и года то есть до 1910 года это у нас высочайшую тридцать товарищество московской кружевной фабрики видите в москве правление склад лубянское видите торговое помещение подъезд номер два и адрес указан пожалуйста обращались вот русское товарищество торговли швейными машинами попова швейные видите визуальные тамбурные пишущие даже пишущие машины то есть швейные пишущие москва знаменка это нас первая всероссийская выставка по овцеводству видите с 20 по 25 сентября 1912 года это богатейшие и самые прочные в мире общество страхования жизни то есть общество страхования но как и во всех западных странах она развивалась очень бурно в российской империи эквитель это было одно из обществ страхования жизни не только там же страховали но страховое общество россия была видите в санкт-петербурге значит дом номер 37 и тут капиталы указаны видите страхование от несчастных случаев от огня транспорта в стекол то есть все можно было делать это вот была такая фабрика жорж борман производила сладости вот видите уцелела жестяная вот эта коробка в которой до революции продавали вот эти все сладкие вещи это у нас подписка такая вот так выглядела подписка на журнал то есть когда началась первая мировая война естественно там журналисты работали на фронте все эти сводки все это печаталась вот журнал летпись войны 1914 года видите подписка открыта и все параметры указаны это с мармелад вели пуд товарищество тоже вот этого абрикосова сыновейся того же вот пивоваренный завод новая бавария тоже была открыта значит тап это что такое прокат видите прокат автомобилей кареты открытых экипажей с таксометром и по соглашению видите телефон указан 170 73 156 30 то есть видно даже номеров еще мало было тогда вот но все-таки они были да то есть многих это вот просто ну звать такой непонимая как это так что до революции до лапотная россия тут пожалуйста звонишь по телефону и заказываешь себе прокат автомобилей а это было это вот у нас санкт-петербургская техно-химическая лаборатория вот видите тут каприз невы туалетное мыло одеколон мюск туалетное мыло и какие-то превосходные духи и прочее это паровой завод маслобойный и красочный то есть видите тоже такой универсальный достаточно в омске снова 1898 году товарищество до сборы вот видите первое в мире лучшая американская пишущая машина underwood высшие награды на всех выставках за выдающиеся качестве проще патентованного механизма ведь главный представитель для всей россии эти в пяти герлях господин герлях в петербурге варшаве и в москве во всех важнейших городах это у нас самоварная фабрика то есть самовар чай пить чай любили пить вот собственно самовар надо было производить вот сама на самоварных фабриках фабриках их делали вот наследников василия степановича баташева в туле то есть тульские самовары вот видите достойно высочайших наград годы указаны это вот какао овсянка конраде петербурге вот реклама автомобилей адлер автомобилей высшего совершенства видите тут все расписаны какие они чудесные замечательные и съемные обода ведь каталоги пожалуйста заказывайте деятельные продавцы медали тоже на выставках международном состязании грузовых автомобилей 1909 года вот видите написано вот резиновая фабрика братьев резингер в риге эти шины производить для велосипедов автомобилей экипажей и тому подобное год российско-американская резиновая мануфактура тоже было достаточно крупное предприятие еще в 1860 году основана то есть совместно с американцами вот видите но не производили много чего в том числе видите здесь имеется ввиду пневматика то есть вот эти шины камеры камеры для автомобилей вот конфетная фабрика москва тут особо нет в тифлисе на в тифлисе конфетная фабрика москва вот мест ли я да сейчас этот бренд известный а он был на самом деле и тогда то есть завозили в российскую империю вот эту молочную мука видите на стиле дети ели величайшее изобретение томас эдисон кине кинетафон как он назывался поющий говорящий кинематограф или вот жженый кофе товарищество эйнем в москве паровая фабрика на софийской набережной собственном доме шведские нефтяные двигатели аванс идут видите вертикальные локомобили вот здесь указано лодочные двигатели тоже продавать конечно нельзя сказать что это прям там миллионами штук продавалась там дальше будет подробности ну а то есть это набирало обороты вот что такое шабловский завод воды видите рекламируют шоколад жорж борман как уже упоминал это у нас что такое чайная торговля сергея алексеевича спорова и вы еще обратите внимание какой дизайн то есть это да разработать не просто какие-то примитивные там до каля-маля а действительно вот как цвета подобраны как вот это все орнаменты вот эти все буквы да то есть действительно еще определенный дизайнерский вкус был у тех кто все эти плакаты составлял попроще на шоколад торговый дом кромский в харькове вот какой-то базар в пользу чего-то тут всех за всех залах российского народного собрания праздник цветов на ривьере видите в декабре 1910 года праздник цветов был тоже какао жорж борман это у нас что такое почта телеграф телефон организуют сборное устройство здравниц и подарки воинам видите в апреле пожертвования откуда принимаются национальный комитет видите все адрес указан вот все международная выставка новейших изобретений всероссийского аэроклуба в михайловском манеже апрель 1909 года и тут указано да то есть под патронажем великого князя алексея николаевича далее вот опять эти мальцевские заводы только уже локомобили для сельского хозяйства с перегревом пара компаунда мощностью до 300 лошадиных сил между прочим так на минуточку вот опять самовар паровая самоварная фабрика потомственных почетных граждан воронцовых ведь торговля тредяковский проезд в москве тоже чай этот высоцкий и к товариство чайной торговли развески где тут в москве в петербурге в одессе в челябинске тоже самоварная фабрика только уже баташева ну она уже там было кажется вот самовар гигант но это опять же нарисовано но не знаю был такой на самом деле нет вот написано выставка одесса 1910 год видите чай караван самовару гиганту шабловский пивоваренный завод пиво было много всякого разного прям как сейчас видите пильзиновская мартовская золотая головка черная бархатный мясной экстракт либиха или кремуш либиха лучшая приправа придающие отличный вкус супу овощам соусом мясным блюдом имеется во всех лучших бакалейных и аптекарских магазинах видите главное представительство улиц и к петербурге вот завод рандруб это по-моему датчанин был такой который тоже нас тут карал предприятие производили плуги и вот эти все бороны то есть здесь хозяйственные оборудование все это уже было у нас вот вербный базар видите рекламу московских городских попечительств о бедных то есть вот заботились о бедных людях на благотворительные базары проводили вот благородного собрания четыре дня подряд грандиозная лотерея масса ценных вещей гвоздь базара аэроплан гигант может быть это речь шла о том самом самолете илья муромец кстати может у нас тут опять это высоцкий до отчаянный просто игрок я смотрю и действительно производит впечатление вот эти все орнаменты как это все было сделано вот в таком вот в стиле именно дореволюционном очень эстетично я бы сказал вот керосиново-калильные фонари и лампы люкс эти самые дешевые блестящее освещение всяких целей в риге десятки тысяч фонарей в употреблении таврический дворец в том числе освещается фонарями люкс вот карл кляйн фабрика турбин мельничных лесопильных машин полное оборудование мельниц лесопильных заводов и вот видите телефон тоже указан да то есть но там какие-то предприятия были находились естественно в варшаве в польше поэтому там понятно что польский язык от парфюмерные товары тут парфюмерия русских бояр товарищества ралли это значит открытие летнего сезона видите 1903 год четырехсотлетие петербурга зоологический сад первое праздничное гуляние мелко мелко еще тут много всяких разных объявлений вот резиновые приводные ремни сельскохозяйственных целей тоже вот это вот фабрик треугольник галоши самый лучший в мире полное ручательство тоже треугольник выпускал вот один из заводов этих самых артура онатор оборудован всем последним усовершенствованиями завод аэропланов и гидропланов в одессе артура натор это звали самого предпринимателя то есть вот там была постройка аэропланов видите собственной конструкции существующие на заказ в том числе но это был только один из заводов то есть не самый крупный кстати сказать вот страховое общество россия тоже страхование пассажиров товарищества шемшурин шемшуриных шемшуриных тертые масла видите краски олив и лаки кисти красильные химические товары отделяем нижнем новгороде базар ведь нижегородская ярмарка москальный ряд номер 16 здесь их можно было найти вот пиво медовое товарищество калинкин сам дешевая сила моды не дрезденская газомоторная фабрика морец гилья вот видите написано установлено до 8000 моторов общей мощностью и тут какая сколько медалей почетных дипломов и телефон указанный 48 94 санкт-петербурге невский проспект номер 65 сепараторы русско-шведского торгово-промышленного товарищества то есть видите везде товарищества вот эти очень были развиты как форма предпринимательства в риге вот с отделениями в челябинске и в житомире вот фабрика аппаратов для выделки искусственных минеральных вод фактически козировки в варшаве и газовых напитков вот видите электоральная номер 33 фабрика якобсона юрновского а это вот вообще это огнетушители кстати густавлист в москве единственная продажа в россии огнетушителей эврика богатырь пожар не страшно видите действует пенный тушит все бензин керосин нефть спирт всегда готов тут пена не портится предметов там ведро жидкости дает до 8 ведер пены видите требуйте брошюры с отзывом то есть требуйте покупатели призывали быть активными вот шоколад ваниль того самого абрикосово и сыновей вот поставщики двора вот магазин этих самых ну всех для стрельбы то есть оружие находил свободной продажи то есть любой мог купить себе там и ружья и пистолеты как его но в москве был один из самых больших вот этих крупных оружейных складов для охоты для спорта путешествий тут видите ружья револьверы а также костюмы всякие разные тут и заодно и спортивные товары видите требуйте прескурант и телефон 68 53 большая лубянка 20 том числе не же и на нижегородской ярмарке тоже отделением не было вот товарищество дубинина рыбные и овощные консервы вот опять эти резиновые игрушки этой вездесущие этого красного треугольника он ведь он треугольник он после революции все эти многие большинство этих предприятий они были национализированы и там добавили красного был треугольник стал красный треугольник там то есть как типа советская на самом деле это все еще царские были общество заводы и фабрики и так далее вот выставка мебели декоративных работ михайловском манеже 308 год зазывает посетителей вот новолысковский пивоваренный завод наследников ермолаева пиво пиво золотое столовая венское баварское вот латунный меднопрокатный проволочные заводы самоварная фабрика нижегородская ярмарка ведь нижегородская марка фактически это было одной из главных таких выставок которых представлены были все крупнейшие производители то есть как бы очень большое экономическое значение имела поэтому там были представительства всех заводов вот еще такой него полное собрание сочинений на 307 год графа алексея толстого видит книги причем обратите манчу цвет в цвете все да все да ну в общем я надеюсь что у вас вот такое в общем-то сложилось то есть вывод но вывод такой что в общем-то не был в общем совсем не было российской империи отсталой стороной какой-то лаптный как до сих пор пытаются нам представлять часто ну все-таки 4 экономика мира дата ну там на уровне франции дали дашьам мы чуть-чуть уступали там немцам то есть даже тоже понимать что это больше 100 лет назад было да то есть ни у кого еще не было каких-то там высоких технологий все это только развивалось только начиналось то есть был колоссальный задел и не зря по расчетам этих дореволюционных там экономистов российской империи без всяких революций должна была стать ведущей экономикой мира ну где-то там с 30-40 годам конечно без учета воина вот этих вот если бы не было революции то есть это было вполне возможно развитие шло очень бурно вот и так сказать деньги вкладывались инвестиции шли технологии тоже значит эти продавались заводы строились и далее тому подобное а кто кому интересно вот можете все тоже посмотреть там зайти там набрать в яндексе там до афиши российской империи там реклама из газет там все это собирают да не так а что он ведь и макароны макароны городские сухари большая кимонка ну так а где же тогда фотографию еще не очень развита была не ну почему новодел понимаете в чем дело а вот я вам сейчас могу рассказать что вот есть энциклопедия до баргауза эфрона буквально на секундочку да вот заходим это иллюстрации из энциклопедии 1892 год эти цветные иллюстрации австралии океане миниатюры какие-то литографии как делается да там мозаика там ну то есть каждый статье там идет иллюстрация вот автоматической поляризации по физике на вот я все оттуда брал спектры лучи спускания то есть это вот эти мы очень сильно недооцениваем 1892-1998 там зависимости от тома вот насекомоядные растения то есть вот видите традиционно шлифт орнаменты какие виды были там вот живопись на стекле то есть ну там статья да и к ней как не так здесь речь о том что технологии были уже действительно не использовались то есть печать цветная да на в тысячах экземпляров то есть мы недооцениваем уровень который был тогда ну а макароны мы не пробовали макароны мы так и не попробовали но здесь вам было интересно всем спасибо да пожалуйста нет не скажу я это просто изучал глубоко и Продолжение следует...